всем привет вы на канале тыковка тв и сегодня я хочу сделать обзор моей коллекции игрушек апречный дракона из макдональдса вот таких вот всяких игрушечек там у меня есть вся коллекция и начнем и вот мои первые два дракона которые у меня появились это вот этот беззубик он вот так вот махать крылышками надо нажать вот такая кнопочка вот так вот нажимаешь и он махает крылышками еще не укрыли могут вот так вот сниматься снимается у него эти крылышки а второй дракон это барси вепр такой двухголовый дракон пристегалов вот если вы походите у него такой голову крутится это очень красивый дракон у меня появился вместе с беззубиком когда не помню летом 2014 или 15 когда этот мультик вышел он вышел в 2014 но в 2015 году макдональдс выпустил вот эти игрушки хотя я точно не помню это было уже давно можно так сказать и забыла ну и вот я уезжала с дачи и дома меня ждал такой вот подарок вот эти два дракона так как я ими увлекалась мне это было очень приятно потому что тогда на то время у меня был единственный дракон это вот кипятильник и я была очень рада узнав что у меня есть вот этот вот прекрасный дракон от беззубик потом я узнал что им еще есть пристигалов у меня дома вообще вообще мне потому что нравится пусть голову вот его цвет головы красивый поставим пока их вот сюда потом когда я пошла в один из макдональдсов я купила вот этого дракона и короля драконов лыжака смутьяна честно владею я не помню как и дракон называется но вроде его зовут зубастик но я зубастик называю у него функция у него лапки вот так вот могут двигаться и еще вот этот зубастик как я его называю вот если его вот так вот за крышки взять он открывает свою пасть мне он очень нравится он красивый мне нравится его функция что он так вот открывает ротик вот этот дракон это великий смутья там вожак всех драконов он появился во второй серии это как раз серия посвящена второй части капучи дракона и вот этот вожак вот если нажать на вот эту кнопочку то он будет стрелять вот эти вот снарядом как лёд как будто бы сейчас я покажу как он делает это сейчас в беззубика даже в стену получилось поэтому вожака как и у беззубика и вот у барса свепля у дракона это снимается крылья то есть он шел без крыльев там самым присоединяешь ему эти крылья поставим этих драконов очень красивые это мои можно сказать так вторые драконы всего у меня их всего десять штук но в коллекции их десять штук я все собрала потом я себе приобрела в макдональдсе грамм гильду вот эту и криво клыка потом я вот как говорил приобрела себе вот эту грамм гильду красиво и криво клыка вообще вот из всех драконов мне нравится грамм гильда этот этот дракончик беззубик и я вам потом еще одного дракон покажу из этой коллекции криво клык мне тоже нравится тем что вот у него видите как вот как миленько сделаны зубки он такой миленький поэтому становится еще у него хвостик вертится сейчас покажу он у него вертится а что мне не нравится у него вечно крылья отламываются если у него отламываются крылья то значит их надо присоединить секундочку вот присоединил и сейчас расскажу о каждом из этих драконов а их функции вот у криво клык у него функция вот так вот он нагинается сейчас покажу вот так вот она так вот накинается и поехал у него тут такие колесики он ездит ну как барс свепли он так у них голову крутится а он едет вот так вот вперед в принципе можно вот просто играть вот так вот его возить но лучше его использовать как надо еще не укроется голова и хвостик грань гильда давайте посмотрим она очень красиво сделана такая голубая как в мультике у нее такие тут типа шипов крылышки красивые хвостик даже шипы сделали смотрите у него лапа не двигаются но если нажать на вот эту лапочку видите вот это вот лапа лапа вот это то она будет махать крылышками вот так вот несколько раз делаешь она махать крыльями давайте поставим криво клыку потом коллекция у меня уже начала можно сказать сложно собираться так как уже был конец этой серии и я уже начала промыскать этих драконов и потом я приобрела себе только одного дракончика потому что в магазине нам сказали что эта акция уже заканчивается и остался вот только один дракон в этом вообще макдональдсе и он мне как раз не доставало я укупил себе его там вообще мало осталось этот дракон и не знаю как он называется я потому что не помню уже давно это сильно было так вкладыш был с названиями ну у него функция вот прыгать вот как такие есть желтенькие цыплята они вот так вот прыгают он тоже самое делает еще у него вот эти вот крылышки зеленые они отсоединяются сейчас я покажу как он прыгает так сейчас вот он так вот прыгает и как я поняла по мультику вот эти вот малыши они как братья или сестры вот стоп поэтому давайте этого дракончика поставим кому брать к его или сестры не знаю пусть стоят вместе так потом как я говорила уже было трудно найти оставшихся драконов и я объездила все ближайшие макдональдсы и мне осталось найти ворчуна там дракона это гроза крыло и жуткую жуть и в одном из макдональдсов мне улыбнулась удача я приобрела себе вот это вот гроза крыло и сейчас ворчуна а не удивляйтесь почему на ворчуне вот это вот приспособление это пластилин на самом деле он без него выглядит но по-другому у него продолжение у спины там пузико я тоже его измазал потому что ворчу он очень похож на сардельку из мультика капучи дракона и у меня вообще сардельки нет и поэтому я его превратила волшебным образом сардельку вот у меня почему-то задается вопрос что во многих сериях капучи дракона просто нету этого дракона то есть сардельки я вот не понимаю почему она ведь входит в команду вот в этой серии макдональдса нету давайте начнем обзор этих двух драконов когда их нашла я была очень счастлива мне вообще вот как я говорил понравился этот дракон он один из моих любимых в этой серии у меня любимый это смытьян безумик и грамм гильда и вот этот дракон мне что нравится в мультике у него четыре крыла это что мне нравится еще мне нравится что-то нажимаете на вот эту кнопочку вот видите-ка кнопочка такая и улетел он как будто бы из этой вот ледяной пещеры вылетает он очень красивый такой у него голубые крылья он такой весь желто-оранжевый такие голубые как вот пятнышки не знаю в крапинку ну очень красивый тоннитки глазки там желтенькие и вот это как я поняла как брови такие большие вообще-то дракон очень красивый есть такой большой дракона уже показывают в одном из видео обзоры вообще функция очень хорошего его надо хвостиком он вставить в этот дом сейчас я вставлю и нажать на этот кнопочек и он полетит так пока давайте посмотрим ворчуна ворчуна очень похож на себя такая же окраска красивый конечно жалко что это не со нынкой но ничего страшного что надо сделать надо его за хвостиком тянуть аккуратно вот так вот назад и он будет летать так вот ну как будто бы летать он будет вот так вот крышками махать и ездить по поверхности это как будто а у него функция такая летать ну и последний дракон который мне оставалось собрать это жуткая жуть и вот его я точно постаралась найти потому что везде где я ходил ну не было просто этого дракона не было все говорили закончить вообще это акцию нет какая-то новая пошла акцию ну не смогла найти можно так сказать но потом однажды захожу в один макдональдс и там прямо можно сказать был лежал где-то там где там у них лежат игрушки я так обрадовался сразу же его купила потому что он мне не доставал до коллекции что делает этот дракон выглядит он очень красивыми такие коричневого рога глазки красивые улыбочка улыбается крылышки он а прикреплен на вот этой вот палки и вот если его покрутить за эту палку он как трещотку вот так вот вертится надо аккуратно сильно университет он однажды у меня отлетел когда я играла вот такой красивый дракон это принципе моя вся коллекция вот этих драконов чудесных из макдональдса мне она очень понравилась к сожалению сейчас уже точно и уже нельзя приобрести макдональдсе потому что уже другие акции это ведь было уже давно я решила сделать обзор на вот этих вот драконов и кстати что хотелось сказать на безуме кем у него есть вот икинг вот если приглядеть тут икинг сидит на нем я это заметила ну когда мне их купили это вообще не сразу заметил потому что я думаю что там какое-то седло что ли налеплено но икинг ну вот такая коллекция вот этих чудесных драконов и я хотела вам сказать что у меня вообще еще может быть будут обзоры моей коллекции драконов если вы захотите то пишите в комментариях чтобы я могла ну не знаю там с ними как-то играть там вот с этими драконами а вот и другими драконами вот этими большими такими и зрители которые живут в украине вы можете мне пожалуйста если вы знаете сказать есть такой дракон хедр шипарез и какой-то снежный призрак вот я его хочу как бы вы не можете сказать есть ли какие-то сайты интернет где вот можно подобрести вот этих вот драконов просто я уже не знаю где их искать у нас их нету пока поэтому если вы знаете то напишите пожалуйста в комментариях и всем пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и смотрите мои видео всем пока пока пока